Вот это у нас идет финишная шпаклевка, потом идет шкурка и покраска. Шпаклевка и покраска идут в бывших помещениях детского дома в Лукьяново. В новом учебном году в кабинетах будут учиться начальные классы школы 25. Сегодня ход работ проверил мэр Вологды Сергей Воропанов. Какие готовности классы должны быть, чтобы осталось только малярка, пол, чтобы кинуть. С электрикой можно еще поработать. Пока в финишном варианте не все классы будущей школы. В большинстве меняют потолки и проводку. В части кабинетов и коридорах уже установлены новые стеклопакеты. В спортивном зале побелили потолки, окрашены стены и щиты баскетбольных колец. Все работы идут под контролем технодзора. Соответствие материалов, качество работы, возникающие недостатки заставляем переделывать. Здесь только идет реконструкция кровли как таковой, то есть переделка ее. Остальные помещения выполняются, ремонт. Темпы нужно увеличивать. Две недели назад, когда мэр Вологды посетил объект, было дано поручение выполнить все работы до середины августа. Из-за несоблюдения графиков работ свой пост покинул директор учсервиса. Теперь количество строителей выросло втрое. На объекте трудятся 28 человек. И к 15 августа завершить все ремонтные работы. Задача реальная. Поставлена задача увеличить время работы. И 1 сентября дети начальной школы, 25-й школы, я надеюсь, что будет учиться уже в новом отремонтированном здании. В школу будут ходить четыре параллели начальных классов. Ранее ребята занимались в степовом здании детского сада по соседству. Окончание ремонта ждут не только школьники, но и директор учебного заведения. Ну, рабочий день у меня начинается, разумеется, с этого объекта и заканчивается на этом объекте. Я как директор школы в моих интересах, чтобы все классы, кабинеты были оборудованы, отремонтированы качественно и своевременно. Здесь будет 16 учебных классов, так как в школе планируется 4 класса в одной параллели. На ремонт помещений для начальных классов школы, 25, выделено более 20 миллионов рублей из регионального и городского бюджетов. Провести необходимый ремонт и оборудовать учебные кабинеты – такую задачу поставил глава региона Олег Кувшинников на градостроительном совете в Вологде. Также губернатор объявил о выделении средств на ремонт двух мостов Вологде, уличной дорожной сети и строительство крупных культурных, спортивных и медицинских учреждений. Мария Кудрякова, Михаил Протасов, ВологДРФ